Жизнь страны не стоит на месте, а вместе с ней корректируется и российское законодательство, в том числе и налоговое законодательство. 4 октября текущего года президент России подписал закон о введении налога на имущество физических лиц. Соответственно, налоговый кодекс заполнился новой главой налог на имущество физических лиц. Соответственно, новым законом изменяется механизм уплаты имущественных налогов для физических лиц. Объектом налогоблажения по-прежнему являются жилые дома, жилые помещения, квартиры. Гаражи, иные здания строения сооружения и объекты незавершенного строительства. Хочу обратить внимание о незавершенке. Сегодня не облагается налогом объекта незавершенного строительства, хотя все мы знаем, что граждане регистрируют строящиеся дома как незавершенные и проживают там в этих домах и не платят налоги. С 2015 года эта незавершенка тоже будет облагаться налогом на имущество физических лиц. Значит, база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости этого имущества. Раньше она определялась от инфляционной стоимости. То есть, что такое кадастровая стоимость? Это стоимость, приближенная к рыночной стоимости. То есть, мировая практика, поэтому Россия тоже не отстает от других стран мира. И поэтому, в соответствии с этим, будем считать налоги исходя из кадастровой стоимости. Значит, для социальной справедливости предусматриваются льготы различные. Допустим, будет применение налогового вычета, то есть уменьшение кадастровой стоимости имущества на определенную величину. Допустим, квартира будет уменьшаться на величину 20 квадратных метров общей площади квартиры, комната будет уменьшаться на величину 10 квадратных метров общей площади, и жилой дом будет уменьшаться на кадастровой стоимости 50 квадратных метров. То есть, допустим, если площадь дома 50 квадратных метров, то данный дом вообще не будет облагаться налогом. То есть, какие-то бывают, соответственно, с новой головой, кто-то получит большую льготу, чем имел до этого закона. Льготы в виде полного освобождения плачевших налогов сохранены. Я вам перечислю льготников. Представляться будет следующим категориям. Герой СССР, России, полный кавалер орденов славы. Участники Великой Отечественной войны, Гражданской войны, ветеран боевых действий, афганцы, бывшие военные, члены семьи военнослужащих, потерявших кормильца, чернобыльцы. И самая главная категория у нас, как многочисленная, это пенсионеры. Хочу отметить, что высшие перечисленные льготы будут представляться только по одному объекту каждого вида, по выру платильщиков. То есть не по всему имуществу, как сейчас, находящегося у моего платильщика, а только по каждому виду. Ну, допустим, вид объекта – это квартира, вид объекта – жилой дом, вид объект – гараж. Таким образом, например, если физическое лицо, пенсионер имеет две квартиры, два жилых дома, два гаража, то льготы будут представляться только по одному. То есть по одному дому, по одному гаражу, по одному, значит, жилому дому и квартире. Будет направлено, значит, мы потом проведем работу с налогоплательщиками. Налогоплательщики должны будут сами определить, какое имущество они выбирают, облагать которое налогом. Дело в том, что если уведомление, они даже, наверное, не представят о том, что, значит, облагать какое имущество налогом, то налогосорган, в принципе, сам может выбрать льготу по одному объекту каждого вида. Но мы будем убирать с максимальной счастливой суммы налога. То есть льгота будет представляться даже без желания налогоплательщика по максимальному налогу. То есть, если, допустим, в одной квартире налог, грубо говоря, 20 тысяч, в другой квартире налог 40 тысяч, то мы будем льготу предоставлять по той квартире, которой налог 40 тысяч. Вот. Ну, срок уплаты имущества налога будет единым, 1 октября. Значит, вот все, что я вам говорю, это все изменения коснутся за 2015 год. То есть, уведомления на уплату данного налога придут еще, значит, в 2016 году только. Поэтому, пока переживать-то особо не надо. Вы, значит, я обращаюсь к людям, к населению. За 14 год будем платить налог на имущество по старому исчислению налога. И, значит, его будет надо платить до 1 октября 2015 года. Также поправки в налоговый кодекс, они расширили возможности налогоплательщиков по поводу получения имущественного вычета на покупку жилья. Раньше вычет предоставлялся на дом или квартиру, то есть на один конкретный объект приобретаемый. Если жилье было недорогое, то есть менее предельной величины, сейчас вычет уже 2 миллиона рублей составляет, то часть вычета терялась. То есть, допустим, жилье за миллион рублей, да, миллион, значит, вам вычет предоставили, а миллион еще положено, он как бы терялся. Теперь же, значит, можно использовать состав вычета при покупке следующего имущества. То есть, пока 2 миллиона не использует вычет налоговый платежщик, он может иметь право получить его. Вот такое изменение еще есть, да. А если непонятно будет нашим горожанам, к кому можно будет обратиться? Ну, обратиться может быть налоговый орган, значит, у нас находится инспекция по улице Ленина, дом 2, можно прийти сюда, можно выйти на сайт налог.ру, там тоже можно найти налоговый орган, задать вопрос через интернет. Там есть такой раздел, личный кабинет, 2 физических лиц. Вот, через него можно через интернет задать вопрос любой. Можно прийти ко мне в кабинет, пожалуйста, я приму любого налогоплательщика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...